Здравствуйте дорогие друзья садоводы и огородники! Я сегодня хочу вам показать маленькую часть сортов томатов, какие мы сажали, что у нас выросло, но это не все. Сегодня у нас был с дочерью набег на дно теплицу, мы собирали томаты, но это только начало, потому что томатов великое-великое множество. И, конечно, в дальнейшем мы вам покажем еще другие сорта, какие есть. Ну что ж, давайте я, пожалуй, остановлюсь поподробнее. Дело в том, что сразу хочу сказать, что в этом году просто, ну, я отказалась дегустировать томаты только по той причине, что вы представляете, если это все поперерезать, да, ну, как бы это жалко, будем говорить, потому что надо куда-то в дело производить. Мы решили просто, и я вам буду рассказывать, буду рассказывать свои впечатления о томатах, об урожайности. И если вы видите, все это у меня лежит, следовательно, это будут собираться семена. Во-первых, очень удобно. Я покупаю строительный маркер, именно строительный. Кстати, они есть в Леруа Мерлен. И подписываю вот так все томаты. Пробовала обычный маркер, нет, все-таки нет. А вот строительный очень хорошо. По крайней мере, вы будете знать, где какой томат, когда собирать семена. Ну что ж, давайте остановлюсь сначала на томатах. Вот этот томат, вот такой гигант, будем говорить, название. Это сорт. Это апокел гигант. И действительно, это гигант. Он очень тяжелый томат. Ну, где-то грамм 800-900 он точно весит. Вот, на кусту его очень много. Мякоть у него очень сахарная. Он очень сладкий. Но так как это все-таки сорт, вы должны понимать, что, как правило, не бывает невкусных сортов. Это с гибридами, да, можно поспорить. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот, пожалуй, апокел гигант, мы его выращиваем уже не первый год. Это действительно красавчик среди томатов. Очень-очень урожайный. И вот все томаты вот такие вот крупнющие. Ну что ж, движемся дальше. Вот очень вот такой интересный томат. Это томат Жозефина. Этот томат тоже очень вкусный. Несмотря на то, что это гибрид. В прошлом году мы покупали. Это томат от Айлита. Мы собирали семена. Это F1. То есть все характеристики томата... То есть, извините, это F2 у меня уже. Все характеристики F1 томат передал. Он очень урожайный, очень крупноплодный, сахаристый, вкусный. Ну, в общем-то, Жозефина заслуживает уважения. Вот именно этот томат. Ну, вот этот томат уже будет мной сажаться. Это, конечно, будут семена собираться уже F3. Не F, то есть это с F2 будет уже F3. Дальше. Вот такие вот бананчики. Банан желтый томат. Просто-напросто усыпан. Ну, томаты еще не совсем некоторые в такой спелости, потому что мы собираем на семена, они дома вот как бы будут доходить. Потому что проблема в том, что слизни жрут, и можно вообще даже остаться. Вот. Банан желтый, кистевой. Очень много прям грозди томатов просто вот усыпан. Значит, вот такой интересный томат. Это томат синий том. Вы не представляете. Вот видите, у него как бы, ну, как скажут, да, попка донцы. Вот такое темное. Томат просто усыпан томатами. Их очень много. На кусту очень много. Вот. Томат очень урожайный. Это сорт. Я вам сейчас говорю, это все сорта. Так. Что же вот это такое? Это томат Маматара Голд. Он у нас любимчик. Это уже у нас будет F... Вот буду я собирать F3. То есть это у нас F2. Это от Садов России. Это гибрид F1 Маматара Голд. Мы собирали, вот вырастили F2. Абсолютно ничем не отличается от F1. Но уже с этого томата я буду двигаться дальше и попробую собрать F3. И посмотреть, что же будет дальше. Что это... Вообще названия очень такие интересные. Я могу немного, может быть, что-то исковеркать. Потому что очень много томатов покупались от коллекционеров. Сарт Ролойс. Вот такой томат. Тоже очень интересный. Очень сладкий. Отнести его можно к бикалорам. Потому что он желтый. И видите, вкрапление у него немного оранжевого есть. Томат очень-очень вкусный. Тоже заслуживает. Но это сорт. Итальянская сливка. Несмотря на то, что вот такая зеленая у нее плодоножка, это просто томат еще не вызрел до конца. Итальянская сливка. Что-то напоминает нам карнабель. Правда? Не правда? Похоже на карнабель. Очень похоже на карнабель. Но это сорт. Это итальянская сливка, с которой можно смело-смело собирать семена. Тоже заслуживает уважения. Прям грозди. Грозди вот этого томата. Томат очень вкусный. Мясистый. Сладкий. Но как я уже говорила, что сорта, как правило, они действительно такие. Вот томат аббатиста. Вот тоже очень интересная форма. Но тоже этот томат, он будет, конечно, красный. Мы его сняли пока вот в такой спелости. Рвали и просто, чтобы вам показать именно томат из этой теплицы. Томат пурпурное сердце. Это гном пурпурное сердце. Вы знаете, гном его как бы и не назовешь. Вот такие крупные, увесистые томаты. Несмотря на то, что гном, в общем-то, томат как бы карлик, будем говорить. Вот такие томаты висят на этом гноме. Они очень сахаристые, такие сладкие, просто вот отличные. Томат сердце зебры. Вот посмотрите, я всегда смотрю и удивляюсь, как все у нас в жизни переплетается. Не правда, очень похож на партнера сокровища инков. Очень похож этот томат. Вот, ну, как сокровища инков, но это сердце зебры. Томат очень сладкий. Мы его отнесем к биколору. Томат очень хороший, вкусный. Он с такими, при разрезе, красными вкраплениями. Томат очень-очень вкусный. Дальше. Этот томат сержант Пеппер. Ну, у нас в семье он просто любимчик. Сажаем мы его уже не первый год. Он очень урожайный. Его очень много в кисти. Вот есть плоды крупнее. Вот есть такие. Но просто ему нужна нереальная опора. Он не выдерживает эти томаты. Томат очень сладкий. Насыщенно сладкий. Вот прям, можно сказать, медовый. И очень интересной вот такой расцветки. Дорогие друзья, ну, как не любить вот этот томат? Это томат от Гавриш. Ну, я вам показываю в данный момент. Это семена собраны уже мной и выращенные вот томаты. Это томат легендарный. Ну, я его так называю. Большая мамочка. Действительно, очень большой, крупный, увесистый, сладкий. Урожайный. Созревает очень рано. А томат, в общем-то, заслуживает уважения. Каких только, дорогие друзья, названий нет. Названий всевозможные. Вот интересный томат. Это томат Биколор. План открытого космоса. Посмотрите, ну, очень интересный такой томат. Треснул немножко. Немножко треснул, да. Ну, такая проблема бывает. Я думаю, огородники знают и понимают. Следующий томат. Это минусинский домашний. Вот такой крупный томат. Это сорт. Очень сладкий, мясистый. Я думаю, те, кто посадит его, конечно, не разочаруются нисколько. Сейчас я вам хочу показать очень еще. Вот, понимаете, меня удивляют всегда формы. Причудливые формы томатов. Это королевский длинноплодный. Посмотрите, какой формы. Очень интересный. Вот. Формы. И вообще очень-очень вкусный томат. Жимолостный. Просто хочу сказать, что это не один из крупных. Это средний, можно сказать, даже мелкий томат для этого сорта. Это жимолостный. Это сады России. Томат, конечно, заслуживает уважения. Очень-очень вкусный. Сладкий. Очень урожайный. Опять-таки, нужно всегда, когда вот такие томаты, продумывать о подвязке. Потому что томаты просто-напросто падают. Это знаменитое бычье сердце. Вот такое небольшое, да, сердце. Но это действительно бычье сердце. Томат. Клубничный клин. Вот так выглядит этот томат. Но томаты все, вы знаете, очень урожайные. Их очень много. Именно вот в кисти прям томаты, у нас они падают. Мы не можем, не справляемся. Вот такой томат. Я не знаю, конечно, почему он так назван. Но это абрика зебра. Вот такой томат. Но томат тоже очень-очень вкусный. Томат клуша. Клуша. Да, вот такой томат. Но еще, конечно, ему надо позреть. Вот мы его сорвали как бы в такой вот стадии. Вот это клуша. Вот такой томат гаргамель. Очень интересный томат. Очень вкусный. Очень красивый расцвет. Очень красивый расцвет. Когда он начинает зреть, он даже, скорее всего, как бы немного синеватый. Потом вот в стадии спелости вот так вот он выглядит. Томат Сызранская пипочка. Вот посмотрите. Вот такой томат. Это очень, опять-таки, гроздями томат висит. Очень урожайный. Очень много на кусту вот таких томатиков. В общем-то томат и он очень сладкий. Все-таки сорт – это сорт. Дальше смотрим. Это у нас золотая рапсодия. Вот такой томат. Очень красивый. Очень красивый. Смотрится на кусту. Очень сладкий. Очень сладкий, сахаристый. Вот висят на кусту вот гроздья этого томата. И такое впечатление, правда, он золотой. Он на кусту вот весь светится. Жемостный. Я показывала. Но я показывала небольшой. Вот показываю. Вот есть вот даже вот такой. Это женостный. Сады России. Ну, уже это все не сады России. Я собирала семена. Ну, от садов России. Ну, вот вообще, вот я не знаю. Ну, подарок, как правило, от садов России очень крупный. Но почему-то в этом году, может быть, их очень много. И вот он какой-то вот, ну, несуразный, будем говорить, да, подарок. Но это именно их или и твой собранный? Нет, это, наверное, мой. Может быть, вот, я думаю, идет как раз-таки какое-нибудь изменение уже. Изменение? Может быть. Розовое. О, сама написала, не пойму. Давай. Альбастра. 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 Розовое альбастра. Альбастра. Вот такой томат тоже. Это сорт. Очень такой мясистый, вкусный, сладкий. Дорогие друзья, это томат «Царское искушение». F2. Я собирала с партнера семена. Ну, не знаю, мы с дочерью смотрели. Вроде бы похож. Но по урожайности очень-очень, конечно, урожайный. Как и его собрат «Царское искушение». Дальше. Томат «Саймон». Саймон, Саймон, Саймон. Вот такой томат. Очень тоже вкусный. Очень главное, он очень урожайный. Но он хорош для приготовления, для консервации салатов. Он такой более-более толстокожий. Хочу вам показать еще томат. Вот видите, столько я их много взяла. Потому что хочу побольше собрать томат. Это томат «Королевская сливка». Созревать он начал один из первых. Дорогие друзья, я, конечно, я не видела. Я просто не видела никогда томата, вот именно так усыпанного томатами. Просто, вот понимаете, у нас кусты сползли, упали немного. И вот это, это листьев вообще не видно. Вот листьев вообще не видно. Это одни томатики. Томат «Ослиные уши». Вот так он выглядит. Это сорт. Ну, у агрофирмы, конечно, он был, что-то смотрелся, намного крупнее. Как бы не очень такой он у меня крупный. Так, что еще я вам хочу показать? Хочу показать томат «Амурский тигр». Это томат, в данный момент, он, конечно, немного мелковат для «Амурского тигра», потому что крупные еще висят, еще зеленые. Но он поражает своей красотой. На него, когда смотришь, такое впечатление, что томат просто перламутровый. Вот цвет у него нереальный. Томат тоже очень сладкий, сахаристый. Тоже советую посадить вам. Так, вот такой томат «Итальянская сливка». Очень тоже, ну, он, конечно, будет красный, ему еще краснее. Очень, показывали, да, очень такой эффектный. И, в общем-то, хочу вам показать еще томат. Это «Королева ночи». Скорее всего, отнести можно к коктейльному томату. Усыпан, просто усыпан томатами. Томаты, вы видите, очень интересной такой расцветки. Бикалор. Вот. Но поражает своей урожайностью просто. И, конечно, он в банке смотрится тоже очень, как бы, эффектно. Ну, что ж, хочу вам показать еще один томат, который это «Ф2». Это «Котя». От своего собрата «Ф1» «Котя» абсолютно ничем не отличается. Но хочу сказать, что, в общем-то, хочу сказать спасибо партнеру за такой вот именно черри, вот за «Котю». Потому что томат настолько действительно вкусный. И он даже у нас вот полюбился внучке. Она, если идет в теплицу, то прям рвет «Котю». Потому что «Котя» это действительно очень вкусно. Но, как видите, собрать можно все-таки семена. Здесь у меня есть еще черри «Ира». Черри «Ира» – это у нас тоже «Ф2». От своей подружки «Иры» «Ф1» ничем абсолютно не отличается. Очень урожайные. И вообще, именно черри, коктейльные томаты очень красиво смотрятся. И раньше, я как-то честно скажу, я не очень-то была сторонница вот этих мелких всяких томатов. Но потом мы поняли, что это очень вкусно в банке. Мало того, что это красиво, это необыкновенно красиво, но это вкусно. Дальше, я хочу вам показать еще черри «Тринадцать». Почему «Тринадцать» – не знаю. Это опять какие-то авторские семена. Тоже очень урожайные. Очень урожайные. Вот такие черри. Прямо буквально все усыпано. Вот этот вот тоже, к сожалению, показываю. Потеряна табличка. Что это, не знаю. Поставила крестик, чтобы собрать обязательно семена. Потому что вкусно очень урожайный. И прям гроздь, и вот на гроздь висят такие томаты. Так, ну, пожалуй, это, наверное, все. Вот такие томаты. Я вам сегодня хотела показать. Это томаты собраны у нас с одной теплицы. С одной из теплиц. Теплица, которая у нас розовая, с раздвижной крыши. Вот, конечно, мы будем потом собирать в других теплицах томаты. И будем вас знакомить с томатами, которые мы сеяли в этом году. А сейчас, дорогие друзья, вы все-таки не забывайте, когда вы приходите в теплицу, помечайте понравившийся вам томат, подписывайте, кладите на семена, собирайте семена и сейте свои семена. И вы будете с томатами. И, по крайней мере, конечно, для семьи это будет экономия, если вы соберете свои семена. Ну что ж, отличных вам урожаев, отличных заготовок вкусных. А с вами была Юлия Меняева на канале Высоту Левогородия. Пока-пока!